Современная женщина – это любящая мама, заботливая жена и независимый специалист в разных профессиональных сферах. Люди в форме привлекают внимание многих. Сегодняшний наш рассказ о женщинах, которые несут службу в правоохранительных органах. Профессия полицейский от представительниц прекрасной половины требует особенных качеств и умений. Старший офицер полиции Татьяна Кунчева – яркий тому пример. В полиции я работаю с 2008 года, вот уже как 15 лет. Почему я выбрала эту профессию? Потому что мне всегда хотелось помогать людям. И в школе, в пятом классе я уже определилась, что я стану полицейским. Помогает ли мне профессия в моей жизни? Конечно. Профессия полицейского помогает мне быть более спокойным, умеющей контролировать свои эмоции. Помогает быть более выносливой как в физическом плане, так и в психологическом плане. Ответственность и самоотверженность, чуткость и обаяние – всеми этими качествами обладает наша героиня. Каждый день ситуации бывают разные. Я работаю с детьми, я работаю по делам несовершеннолетних. Бывают разные ситуации. С детками приходят к нам, в полицию приходят люди, с которыми что-то происходит и которые нуждаются в помощи. И, конечно, я стараюсь вникнуть в проблему в каждую ситуацию, в каждую проблему с ребенком и с родителем. И, конечно же, помогаю им решить данную проблему, следуя букве закона. Каждое утро Татьяна вместе с коллегами из отдела общественной безопасности участвует в планировании рабочего дня. Старший офицер Кунчева несет свою службу в любую погоду и при любых обстоятельствах. Ее работа требует много времени, но женщина в погонах со всеми трудностями справляется отлично и обязательно находит время для родных и близких. Татьяна признается, что благодаря их поддержке она несет службу достойно. Мне, наверное, как немногим, очень повезло в семье. У меня муж гражданский, но он меня очень хорошо понимает. Он знает, насколько я предана своему делу, насколько я люблю полицию, насколько я люблю форму. Он меня полностью поддерживает. Еще один пример леди в погонах Татьяна Кусурсус. Она является старшим офицером штаба регионального управления ЮГ. В Татьяне сочетается хрупкость, уверенность, очарование с решимостью и смелостью. Для нее работа – это мечта. В прошлом году она окончила полицейскую академию и сегодня с успехом применяет теоретические знания на практике. Вместе с коллегами из отряда карабинеров они патрулируют общественные места и следят за порядком в городе. Кто-то, несомненно, скажет, что не женское это дело – погоны на плечах носить. Но именно она, девушка, выбравшая для себя далеко не женскую профессию, нашла много аргументов в опровержении этих слов. По образованию я опер, но по окончанию я приняла решение прийти в карабинер. Порой бывает очень тяжело, потому что есть какие-то барьеры, есть нюансы, как и в любой работе. Есть плюсы, есть минусы, но пока что нет, я не почувствовала, что мне тяжело или как-то я жалею о том, что я сюда пришла. Эта профессия помогает человеку стать настоящим человеком. И эта профессия вырабатывает в тебе дисциплину. Мне больше всего хочется, чтобы мои дети были дисциплинированными. Эта хрупкая девушка занимается не только документированием, но и оберегает покой жителей Гагаузии. Женщина в погонах – это не только красиво, это модно. К сожалению, в одном сюжете невозможно описать всех прекрасных женщин в погонах, и одной строкой нельзя рассказать о их успехах. Пусть в их сердцах горит огонь, глаза сияют отчасти, а погоны пополняются звездами. Хочу поздравить всех Татьян с именинами, пожелать здоровья, счастья. И завуч в моей школе всегда говорила, желаю вам здоровья, счастья, удачи. Вот она причисляла, причисляла в конце. И побольше денег. На сегодняшний день и побольше денег. Потому что это очень важно, и без этого мы, к сожалению, никуда. Я хочу поздравить всех женщин, которые носят имя Татьяна. Без разницы, в погонах они или работают в каких-то других гражданских структурах. Пожелать нам всем, конечно, крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного уюта, благополучия. И чтобы наша работа нас радовала, и наши дети нам приносили только радость. Татьяна Доброва, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Новости.